Доброе утро! Сегодня последний звонок. Дети какие-то в костюмах из школы. А мы с моей командой едем в Евпаторию. Нам так надоело сидеть в Черноморском. Папа прислал нам денежку. И мы решили поехать в Черноморск. Очень хочется снять цветущую степь. А так как возможности у меня теперь нет на машине, ездить, то хоть из окна автобуса снять. Вон стоит наш автобус. Он идет на Ялту. Но нам недалеко. А кто эта дама в шляпе? Это я. Ну вот мы поехали. Улица Димитрова. Такой болгарский микрорайон. Бабушки торгуют молоком, ельцами. Вот она и степь. Бескрайняя. Главное небо чистое-чистое. А тут такое облако. На пельме животном висит. Вон маки. Да уж извините. Что придется из автобуса снимать. Это раньше мы с Алинкой ездили. Остановишься, поснимаешь всю эту красоту. Теперь нет такой возможности. Буду теперь прыгать по салону. То вправо, то влево. Вот они вперемешку. Что-то посажено. Не вижу отсюда. И вот маки. И вот такие фиолетовые цветы. Еще должны быть поля со льном. Вон там в глубине голубой. Это лен. Может, поближе будет. Автобус весь дрыгается, скрипит. Кошмар какой-то. А вот где не засеяно, там такой вот ковыль. Седой, серебристый. И вот такая степь, мои дорогие. Бывает только вот середина мая. Ну, в начале июня еще. Потом она вся выгорит. Сгорит трава. И все. И круглый год она. Какая? Да никакая. Трясет. Козак какой пошел. С дипломатом. Там, за кустами, за деревьями, поле подсолнухов. Но они еще маленькие. Тоже подсолнухи, но маленькие еще. Тут и горох сеют. И рожь. Вот это Красная Поляна. Поселок такой. Зато лежачих полицейских понаделали. И так дорога не очень. В Черноморском тоже понаделали. Я смеюсь, говорю, больше лежачих полицейских на душу населения, чем в Мурмушке. Пшеница, что ли. Пшеница вроде. Такой цвет интересный. Такой черный дым от нашего автобуса. Маков море, конечно. Но тоже местами. Видно там прям красное поле вдалеке. Ай, за кустами. Вот это вот поле со льном. Но оно еще, ну, еще немножко цветочком. А потом будет голубое-голубое. Видимо, позже посадили. Ну, прям издалека прям все красное. А поближе подъезжаешь. Ой. Вы уж простите за такое качество съемки. Но я только так могу вам показать. Какая зелень прям. Миха. Цвет такой. А, это Донуслав. Сейчас мы проедем. Ой, господи, как все прыгает. Он соленый. В нем морская рыба. Отделен он от моря вот там. Косой. Это там, где вот Беляус. Косой. politiques. Мhoresают. Ой, Масалинка, все время тут перекур устраивали. Кошара для овец. Овец там держат. Их много по степи. Наконец мы доехали. Я не знаю, как на нем можно ехать. До Симферополя, до Ялты. За 70 километров у меня голова стала как пустой барабан. Ужас какой-то. Теперь надо еще отойти от этого. Удачно я сняла деньги в банкомате Генбанка. Просто попала. Банкомат денег мне не выдал. СМС-ка пришла, что выдано. Теперь я не могу добиться толку. Сидят, занимаются своими делами. Всем наплевать. Я уже и орала, и уже и в Альфа-банку звонила. Толк никакой. Не обращайтесь никогда и не пользуйтесь банкоматами Генбанка. Это просто, блядь. Этих денег никогда не увидеть больше. Ну что вот это, а? Ну что вот. Ну какая теперь может быть экскурсия по городу, а? Ну что вот это вот. И не добиться ничего. Звоню в Альфа-банк, они, значит, меня посылают в Генбанк. Генбанк меня посылает в Альфа-банк. Не, ну да, вот здорово. Пять тысяч сняли, куда-то ушли. А я должна ходить писать заявление, отправлять, сканировать. Ну идиотизм, блин. Не первый раз вот с этим Генбанком проблемы. Мы тогда не могли кредит оплатить. Они нас мурыжили. Просто до этого платили кредит, все нормально было. Вдруг не с того у них начинается. В Сбербанке неправильные счета, деньги возвращаются. В общем, идиотизм, блин, сплошной. И куда ни ткнись тут. Съездили. Прокатило, ребят. А почитаешь в комментариях, блин. Негатив у меня много по поводу Крыма. А вы сами попробуйте вот так попадите в такую ситуацию. Я посмотрю, сколько будет оптимизма в вашем голосе. Еще ни одного банкомата больше не можем найти. Тут был по этой улице какой-то банк. Был банкомат. А теперь не вижу. Куда он девался-то? Ну просто вообще. Совершенно невинный бутик. Винодел. Вот так его поставили. Это машина. Это фарма, похожая на машину Мистер Агина. Ну вот, мы нашли наконец-то Марио. Будем пытаться исправить себе настроение. Вот все мне тут нравится. Большое, двухэтажное. Серьезное вроде заведение. По ценам. Не дешевое совсем. И в то же время вот это за окном. Игровая комната. Дети там орут, визжат. Так закрыли бы шторами. Ну абсолютно вот не вяжется, да? Вот такие потолки. Люстры, зеркала. Каменные стены кирпичные. И в то же время вот это вот там. Разрежь. Ну, Маргарита абсолютно мне не понравилась. Четыре сыра соленая. Слишком. А пепперони самое вкусное. Такой старенький трамвайчик. Егорка у нас первый раз в жизни едет на трамвае. А ты где ездил? Я не помню. Ну, помнишь, что на трамвае ездил? Я помню, что нет. Там их было много. Они там ездили и ездили. Ясно. Старенький ободранный такой у нас едет, качается. Поехали. У него интересный маршрут. Вот он ходит от перекрестка до железнодорожного вокзала. И назад. Хе-хе-хе-хе. Вот тут мы сейчас пиццу ели. Повезем еще две пиццы домой. Даже одна штановка есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok